всем доброго дня это видео посвящено отдельным аспектам проживания в болгарии поскольку коллеги по цеху уже сделали подобные видео о тех странах в которых они проживают причем порой с приведением статистики цифр и прочего подобного я решил тоже сделать подобное видео кстати ссылки на каналы коллег по цеху внизу в описании к видео как и прочее полезные для вас ссылки и так отношение болгарии может быть разным у многих людей эта страна ассоциируется с чем-то совсем дешевым и наверное где-то там в сознании не очень хорошим это и да далеко не так особенно за последнее время конечно болгария шагнула далеко вперед и для россиян болгария становится все более и более дорогой несмотря на то что в евросоюзе болгария занимает место одной из самых дешевых стран и делается это намерено правительством для того чтобы обеспечивать приток туристов в болгарии чтобы отдых болгарии был максимально конечно дешевым насколько это возможно правда турция в этом смысле ведет на и наиболее наверное благоприятную политику и выступать прямым конкурентом болгарии по многим параметрам и при этом обгоняет еще болгария вести это очень правильный мудрый политик турецкого правительства но вот болгария тоже старается где-то вот примерно таким же образом выступать и то болгария которую чаще всего знают приезжающие сюда на короткое время на отдых это вообще ребят не болгария если вы оказались на побережье болгарии да там на востоке страны на побережье черного моря там есть конечно курорты совсем попсовые и такие раскрученные попсовые ребят не значит дешевые как раз куда больше всего приезжает там россиян немцев британцев румын я не знаю поляков чехов эти курорты конечно являются наверное где-то недешевыми по крайней мере часть сервисов там стоит наверное недешево и есть конечно на побережье более дорогие места менее дорогие там где много достаточно россиян представлены там цены растут в гору ужасным образом и это больше связано с поведением россиян чем с алчностью например людей которые предоставляют те или иные услуги на побережье есть такие достаточно элитные и не сказать что закрытые но такие не очень раскрученные например для россиян места на побережье они тоже не дешевые есть яхт клубы свои есть такие достаточно привилегированные какие-то места в которые наверное не ступала нога россиянина туриста ну просто потому что во-первых россияне туристы таких местах наверно не знает во вторых россияне представляется очень удобным прилететь в аэропорт сесть в трансфер трансфер довозит его до отеля там россиянин расселяется и идет купаться например и так вот в итоге там вот в одном месте проводит все свое время но на самом деле есть масса очень значительных существенных и достойных мест которые гораздо лучше чем наиболее раскрученные для россиян вот такие вот курорты кроме того что я уже сказал что такие курорты это не болгария для меня это просто вот вавилон какой-то и никого отношения даже к отдыху с моей точки зрения это не и как уже сказал есть места гораздо более достойные которые располагают к отдыху есть ряд каких-то населенных пунктов в болгарии которые ну тоже маст хэв такой для россиян это например какие-то города вроде велико тырнова пловдива софии у нас говорят софия но на самом деле правильное название этого города софия ну и так далее это такие исторические города там есть что посмотреть есть где погулять пловдив сейчас постепенно приобретает смысл для всей европы его стараются сделать культурной столице европы это достаточно интересные эти процессы там очень много преобразований происходит в течение каждого года в то же время ну например бургас на протяжении ряда лет занимает место лучшего города для проживания в болгарии и так то здесь каждый город имеет свои основания для того чтобы быть чем-то значим есть например города в которых есть минеральные источники какой-то изобилие минеральных источников том в том числе термических до теплых когда зимой вы под открытым небом можете замечательно там и погреться и это очень полезно там соли какие-то и прочих подобные такие спа-курорты как бы есть горнолыжные курорт и прочее подобное но мы сейчас не об этом говорим с вами не о том как приехать коротко отдохнуть уехать и забыть да но если говорить вот конкретно о болгарии давайте мы сейчас поговорим о зарплатах о пенсиях и прочих подобным еще совсем недавно болгария была таким излюбленным местом для например российских пенсионеров ну просто потому что пенсии еще не были такими маленькими я имею ввиду по отношению конвертируемой валюте какой-то и российские пенсионеры могли худо-бедно купить себе какую-то недвижимость например и жить здесь на пенсию на эту особенно если пенсия была ну выше средней например за последние годы все изменилось российской пенсии превратилась в очень маленькие деньги в рублях якобы выросла но в реальности относительно каких-то твердых валют конечно пенсия российского пенсионера падает и падает это причина по которой многие пенсионеры здесь и вообще многие владельцы недвижимости пытаются расстаться с этой недвижимостью когда-то купили на подъеме очень дорого а теперь продают чуть ли не в два раза конечно дешевле но пытаются продать и приходится продавать им свою недвижимость дешевле уже да действительно доходы россиян сильно упали в то время как доходы болгар выросли и естественно вырастают цены вырастает средняя зарплата или минимальная зарплата и пенсии вырастают в болгарии да поэтому россиянам здесь конечно несколько сложнее уже жить и это только финансовые составляющие не говоря о каких-то еще документальных таких вещах когда нужно проходить какие-то этапы но они достаточно простые конечно все-таки какие-то этапы надо проходить для того чтобы иметь право жить в болгарии на протяжении длительного времени ну или вообще здесь например остаться да но в любом случае давайте поговорим о том что ждет болгар вот где-то на перелом и как раз 19 20 года я буквально буду зачитывать из одной из статей которые ну наверное можно доверять размер минимальной зарплаты в болгарии в последние годы регулярно увеличивается планируется что к 21 году он будет составлять 650 левов на всякий случай сразу должен сказать вот сумму в левых если вы разделите пополам вы получите примерно сумму в евро это для того чтобы вам было проще курс реальный где-то 1 евро это 1 95 ну примерно лево можно считать что один к двум до таким образом 650 левов пополам делим 325 евро да действительно вот такая низкая минимальная зарплата ребят еще раз это минимальная зарплата даже не средняя и на всякий случай еще раз напомню что отношение зарплаты к ценам в болгарии да ну достаточно щадящая в принципе я не говорю что можно на такую сумму на 650 левов здесь человеку вот как-то закрепиться и жить вот например там россиянину украинцу белорусу там приехавшему суда но надо иметь ввиду что здесь в болгарии когда мы с вами получали какие-то нелепые ваучеры при развале там совдепии да здесь среди прочего делили еще землю и здесь многие люди являются владельцами недвижимости в том или ином виде так что многие люди сдают свою недвижимость какую-то в аренду а недвижимости еще раз на секунду это не только строение здания или еще что-то это еще земля например еще что туда если эта земля удобно для застройки то эту землю можно продать можно стать совладельцем этой постройки так или то есть на самом деле когда мы говорим о зарплатах а пенсиях маленьких и так далее надо не упускать из виду например вот этот момент что даже вот бедная бабушка какая-нибудь в болгарии вполне может быть не то чтобы магнатом недвижимости но иметь какие-то дополнительные доходы еще от свои недвижимости в том или ином виде эти доходы могут быть не слишком большие могут быть большими это зависит от разных обстоятельств кроме того болгары продают еще какую-то свою недвижимость еще каким-то образом ее оборачивать там и так далее то здесь есть варианты и когда мы говорим о минимальной зарплате 650 лего ребят это не значит что человек который занимается наукой человек который занимается медициной человек который занимается кому за серьезным трудом программист например да что он получает такую зарплату такую зарплату это минимум который платится за самый непрофессиональный труд читаю дальше процесс идет постепенно и обычно минимальная величина оплаты труда и пенсии начинает увеличиваться с января или с июля планируется что с 1 января 20 года минимальная зарплата поднимется с 560 до 610 левов а с 1 июля 20 года минимальная пенсия поднимется до 250 левов еще раз ребят минимальная пенсия 125 евро это конечно не что мы все понимаем что это очень маленькая пенсия хотя что-то подобное мы в россии тоже наблюдаем при гораздо более высоких ценах еще раз это минимальная обычно такая пенсия платить людям которые даже не знаю как сказать которые не нашли себя как следует в течение всего своего трудового стажа идем дальше для тех кто работает в болгарии по найму повышение минимальной зарплаты всегда приятное событие несколько иное отношение к подобным изменениям у проживающих в болгарии иностранцев причин тому несколько согласно болгарским законам претенденты на визу д или внж вид на жительство по основанию торговый представитель должны предоставить справку из банка о наличии на счете 6 или 12 минимальных зарплат если в девятнадцатом году это значило что нужно положить в банк на каждого члена семьи 3360 левов на полгода или 6720 левов на год то в двадцатом году суммы подрастут с 1 января двадцатого года на счету должно быть 3660 левов на 6 месяцев для визы д или 7320 левов на 12 месяцев для вида на жительство обладателей пмж и dvg расшифровывая постоянное место жительства или длительный вид на жительство в болгарии тоже не порадует повышение минимальных зарплат тем кто не работает но обязан платить здравние усюгровки это страховки по здоровью до дело в том что здесь медицина вся страховая есть платная медицина есть страховая понятно что страховая для вас обойдется дешевле чем если вы каждый раз посещая доктора будет будете выплачивать какие-то внушительные средства например опять это для тех кто пользуется докторами но существует минимальный размер такой вот страховки для всех экспатов это вот на всякий случай для того чтобы если с вами что-то случится до что чтобы вам была оказана медицинская помощь не за счет государства на шее которого вы не обязаны висеть и который не должно вас содержать да за ту страховую премию которую вы получите в случае страхового случая да так вот с 1 января двадцатого года придется отдавать за возможность пользоваться медицинской помощью 24 , 4 лево в месяц вместо 22 и 4 то есть на 24 лево в год больше но это не очень большие суммы как вы понимаете да то есть на самом деле вот это вот страховка по здоровью здесь как мы видим совсем недорогая при этом медицина ну я бы сказал хорошая мне например понравилось я правда по докторам особо не хожу но вот то что я видел то что я знаю кроме того вот мои знакомые тут были прооперированы один другой да ну пока как говорится мне все нравится в этом смысле хотя нарекания наверное какие-то могут быть уже в июле минимальные пенсии тоже подрастут и составит 250 левых и тех кто получает пенсию изменения коснуться с июля двадцатого года у них на банковском счете должно быть 6 или 12 минимальных пенсий то есть 1500 или 3000 левов тем кто планирует заранее положить деньги на счет для получения визы d или в н же в болгарии следует эту честь пенсионеры с dvg или png обязаны платить страховки по медицине как и работающие по новым правилам 24 и 4 десятых левой ежемесячно теперь несколько слов о среднемесячной зарплате вы удивитесь но среднемесячная зарплата номенклатуры но людей которые работают в государственных учреждениях а именно них мы сейчас будем говорить это зарплата не очень большая еще раз ребят средняя она здесь вычисляется действительно как средняя не как средняя арифметическая между самым маленьким значением и самым большим она вычисляется как средне взвешенной ну для тех кто проходил статистику наверное это не новость для всех остальных скажу что это и есть настоящая средняя так вот в среднем по разным отраслям такая зарплата ну вот в сентябрю девятнадцатого года было 1266 лево как видите не такая большая цифра самого большого значения это среднее достигает в айти сфере и составляет 3033 лево опять это среднее не самая высокая конечно зарплата и естественно не самая низкая а также в области производства электроэнергии того или иного рода да люди которые там работают в среднем получают 2083 лево эти цифры конечно в отношении того как люди проживают например в белоруссии в украине в россии в казахстане и так далее эти цифры в принципе трудно сравнить наверное с теми цифрами которые имеются на этих местах потому что их надо сопоставлять с основными ценами на основные товары продукты и прочее да на отопление на электроэнергию там на пользование интернетом мобильным мобильными средствами связи и прочим ну естественно тут надо сказать что в болгарии и конечно есть люди достаточно зажиточные очень богатые чрезвычайно много денег получающие я имею ввиду из болгар есть люди которые живут ну если не в нищете то в бедности но опять это люди которые не работают это люди которые живут на пособиях это люди которые относятся так называемым национальным меньшинством не выучат говорить кто это конкретно а люди которые хотят вырваться из таких условий они легко достаточно вырываются легко себя находят этому подтверждение достаточно много повсюду в болгарии и улучшить свое материальное положение болгары всегда могут если этого хотят по крайней мере здесь есть возможность для предпринимательской деятельности рынок не очень емкий конкуренция высокая цены на многие товары довольно низкие из-за какой-то конкуренции в той или иной области да поэтому если например у вас родила сейчас идея чтобы приедете в болгарию и зажжете эту страну какой-то своей волшебной экономической деятельностью то ребят над конечно как следует хорошенечко подумать сначала потому что еще раз рынок не такой емкий болгария видела все здесь много товаров и услуг европейского качества и из европы есть много местных болгары уже давно определились с тем что им нужно и что является для них лишним и неинтересно очень важно еще помнить о том что болгары это не люди помешанные на деньгах хотя здесь есть поговорка кто бегает от денег но на самом деле болгары как я вот например наблюдаю очень часто именно денег бегают потому что состояние внутренней гармонии состоянии внутреннего покоя большое внимание к своей семье и к своим близким делает болгар экономически не слишком проворными то есть на самом деле болгарский предприниматель например не будет проводить 24 часа в сутки на работе для того чтобы заработать дополнительных каких-то денег да скорее всего он придет несколько позже чем начинается рабочий день уйдет несколько раньше чем это хочу день заканчивается и проведет больше времени со своими друзьями или со своими родными со своей семьей и это особый момент для тех кто решил почему-то например переехать в болгарию до начать здесь жить и так далее имейте ввиду деньгами болгарина можно заинтересовать только в том случае если это деньги легкие но при этом не мошеннические естественно если это деньги трудные любой представитель даже любой диаспоры в болгарии десять раз еще подумает стоит ли вообще браться за дело ради каких-то небольших денег и большого труда при этом конечно вы здесь найдете всегда специалистов в любой области если вам нужно провести какой-то ремонт например своей квартиры своего дома я не знаю офиса и так далее конечно вы найдете легко таких специалистов и такие материалы и прочее подобное если вам нужно снять какое-то жилище вы тоже его легко найдете в болгарии и в этом смысле вопрос оплаты за такое жилье ну он сильно варьируется это сильно зависит будет от того где именно в каком населенном пункте вы будете арендовать для себя например жилище или офис и так далее в каком месте этого населенного пункта и так ну как везде условия примерно те же для тех кто кстати хочет заняться какой-то вот оффлайн деятельностью ну там магазин какой-то открыть офис открыть еще что-то да имейте ввиду что вся европа и болгары включительно живут по принципу уже как бы насиженных мест и протоптанных троп то есть буквально вот если вы видите достаточно оживленную улицу с хорошим проходником таким да и думать вот хорошо бы здесь магазин открыть но почему-то вы не можете там открыт аренда например очень высокая как правило именно так вообще нет возможности там арендовать что-то ну и прочее подобное дам все занят там прочее и вот вы буквально на уголке на пересечении с этой оживленной улице чуть ли не на углу снимаете какую-то недвижимость да и ноль никто к вам не идет например или там очень редкие люди заходят ну да действительно так вот многие бизнесы за захлопываются это надо иметь ввиду в болгарии но и не только в болгарии как я понимаю вообще во всей европе примерно так вот это все и выглядит так что здесь надо еще 200 раз подумать прежде чем что-то подобное делать теперь относительно экспатов вообще в болгарии я уже говорил как-то в одном из видео что здесь представлены люди из самых разных мест нашей необъятной планеты я здесь видел выходцев из африки но их не так уж много здесь встречаются китайцы не сказать тоже что их много но тем не менее сейчас китай рассматривает европу естественно как рынок сбыта для этого им нужны какие-то торговые хабы таможенные хабы и прочих подобных до транспортные хабы и болгария для этого достаточно удачное такое место и технически китайцы здесь планируют строить как раз крупные такие припортовые какие-то учреждения специальные до для хранения логистики товаров и для их дальнейшего распределения по европе из экспатов еще но здесь естественно присутствует очень много выходцев из британии причем как молодые так и пенсионного возраста но пенсион пенсионеров тоже гораздо больше опять почему потому что пенсии в британии достаточно высокие и на эти пенсии в принципе наверное неплохо достаточно здесь живут пенсионер например человеком с которым я случайно познакомился в налоговой он не мог просто объяснить чего он хочет дал по болгарски не горит здесь живет давно в болгарске не говорит действительно славянские языки довольно тяжелые ну например для британцев да я выступил в качестве переводчика там да и соответственно мы с немножечко так разговорились он как рассказал что его пенсии хватило бы вот одной пенсии хватило бы для того чтобы здесь прожить три месяца да ну то есть понятно он живет даже с некой прибылью здесь встречаются здесь выходцы из германии ну преимущественно туристы хотя есть люди конечно которые здесь тоже покупать недвижимость из германии но больше британцев шотландцы есть например выдают видел встречался есть израильтяне большая достаточно украинская диаспора много представителей из россии белорусы встречаются в том числе людей из казахстана регулярно например где-то я встречаю ну и так далее и вот как в принципе здесь живут вот такие вот экспаты и на какие средства ну так вот судя по всему судя по моему общению с людьми подобными мне да я могу сделать выводы что для проживания в болгарии в принципе минимум какой-то на человека составляет ну примерно там от 500 лево от 250 евро это совсем ребят минимум это когда вы действительно экономно достаточно живете и в особенности это для семейных людей да у которых часть расходов все-таки какая-то общая да вот два человека вот так вот живут у каждого доход там 500 600 например лево да и они так более-менее живут как-то такие люди нередко даже имеют автомобильчик какой-то явно поддержанный да могут куда-то выезжать могут себе позволить те или иные продукты питания оплату электричества интернета мобильную связь естественно какое-то отопление ну и так далее ну то есть так не особо но в то же время и вроде бы как и неплохо многие из таких людей из россиян в частности до живут в селах потому что в селах естественно недвижимость дешевле хотя на всякий случай должен сказать на самом деле ребят если как следует подумать и как следует посчитать то в болгарии проживание в селе вообще-то несколько дороже чем в городе ну хотя бы потому что вся культурная жизнь естественно скорее всего находится не в селе выезды какие-то там на море это куда-то отдохнуть еще что-то это тоже какие-то выезды все-таки да это тоже каких-то денег стоит ну и так далее а также покупка продуктов и любые другие какие-то вещи все они складываются вот именно из расходов на транспорт все равно в этом смысле проживание в городе наверное будет дешевле но опять надо понимать что такую площадь которую вы можете себе позволить площади вашего жилища я имею ввиду которую вы можете позволить в сельской местности себе да вы вряд ли можете себе позволить например в городской среде на если там сельской местности вы можете купить себе дом там 100 в 200 квадратов да то такая квартира ну слишком наверно будет дорогой в нормальном городе каком-то и в нормальной ее части в удобный для для вас какой-то части этого города и говоря нормально я имею ввиду не то что существует какие-то фавелы совсем да и так далее хотя есть отдельные национальные меньшинства которые представлены в болгарии они действительно живут фавелами такими но вы явно там не купите себе недвижимость просто не захотите вы сразу это увидеть и таких фавел не так уж много на самом деле как правило города более или менее при приличные есть вообще шикарные и царственные такие места а есть города ну мелкие какие-то городки например несколько запущенного плана безусловно но прежде чем покупать недвижимость вы наверное сориентируетесь или там прежде чем арендовать какой-то недвижимость наверное сориентируетесь где вам лучше проживать да что фазовал вас лучше устроит да забыл еще упомянуть об одном важном таком моменте вернее о нескольких которые касаются собственно жизни болгар в болгарии если вам интересны эти особенности в частности вот что касалось пенсии я немножечко так рассказал но я не коснуться например максимальной пенсии здесь не существует расплывчатого понятия какого-то вот пенсия который может расти там до бесконечности четко установлен предел пенсии такой потолок который двадцатом году установлен на уровне 1200 лево на человека ну то есть сами понимаете там на семью например да уже так ну в принципе достаточно неплохо по болгарским меркам получается но опять это максимальная пенсия выше которой человек получать не может пенсию это важное решение такое для тех кто разбирается в экономике это в принципе правильная политика но тут надо добавить еще несколько таких важных факторов первый фактор это в случае смерти супруга или супруги второй супруг получает не помню точно то ли 25 процентов то ли 30 процентов пенсии умершего супруга постоянно пожизненно это сделано опять для чего ну для того чтобы благосостояние этого человека не ухудшалась в связи с утратой там супруга мне кажется тоже такая достаточно хорошая процедура правильное решение еще такой немаловажный момент это социальная помощь например пенсионерам и инвалидам благосостояние которых как раз вот находится на низком уровне они получают еще социальную помощь в разных совершенно видах в том числе есть такой вид социальной помощи как ежедневная кроме выходных ежедневная доставка обедов и вот это вот по всей стране существует вот такая система приезжают специальные автомобили люди задействованы в этой социальной помощи приносят прям буквально до двери на дом обеды обеда не сказать что какие-то огромные ну по московским меркам наверно нормальные по болгарским меркам это маленькие достаточно порции это суп это там второе и какой-то десертик все это в небольших количествах еще раз по болгарским меркам но происходит это видите каждый рабочий день так что в этом смысле как бы до социальная защищенность пенсионеров здесь ну но довольно высоком уровне так вот возвращаясь в сельской местности ну сельской местности вы еще имеете свою землю например данный который вы можете делать что-то но например начиная от огорода собственного многие здесь кстати говоря выходцы например из россии занимаются огородом с большим удовольствием потому что местная земля плодородная солнца много климат самый благоприятный из одного куста там помидорного какого-то может собрать достаточно большой урожай не говоря о прочих культурах но многие люди да действительно занимайтесь огородом другие люди например естественно говорят что нафиг не нужен огород когда здесь все дешево можно на рынке купить или у кого-то даже в селе купить например всю эту сельскохозяйственную продукцию если это необходимо без химии там без каких-то пестицидов и прочего подобного да и устраивают себе какие-то газоны стоит беседки какие-то и прочие увеселения да конечно в городе вы себе этого позволить не можете поэтому если вы будете выбирать себе место для проживания но надо понимать чего именно вы хотите опять же если вы покупаете квартиру какую-то в городе надо иметь ввиду что у вас будут соседи справа слева снизу сверху будет какой-то городской шум будет шум от соседей какой-то и вам надо будет как-то с этим жить да поэтому в основном в селе еще скапливаются люди которые хотят вот полного покоя тишины релакс и счастья да тем более что инфраструктура в болгарии позволяет вам жить на определенном отдалении от разных каких-то крупных городов и добираться до них при помощи там автобусов железнодорожного транспорта или еще чего-то теперь снова к экономике да вот я сказал что минимум какой-то на человека вот пока на сегодняшний день это 500 600 лево да это вот совсем так вот экономно жить среднее более или менее жить конечно хорошо когда по 1000 лево на человека ребята все 500 евро не такие большие деньги согласитесь и заработать их здесь вполне можно в том числе при помощи наемного труда ну естественно если вы имеете доход выше этой цифры если вы там на человека в вашей семье или вы если одинокий человек вы имеете доход там например 2000 лево там 3000 лево ну вы вообще живете очень хорошо и когда я говорю очень хорошо это не значит что вы как шейхи ходите в золото и так далее это значит что просто вы имеете больше необходимого и больше достаточного и вот в этом смысле здесь есть какой-то контингент достаточно состоятельных россиян например который здесь просто проживают свои деньги да действительно в болгарии вы получаете хорошую кухню хорошее обслуживание хорошие какие-то спа курорты еще что туда не вполне можно проживать какой-то пассивный доход насколько хороши те или иные услуги еще раз я не сказал что они прекрасные что они отличные так далее это сильно зависит от разных мест где-то эти услуги будут на очень хорошем уровне а где-то будут ну так себе да ну тем более это так же как и повсюду в мире да за вами выбор здесь не понравилось значит здесь может быть понравится и так далее здесь все довольно по-разному как я уже сказал и стоимость жизни и стоимость недвижимости и стоимость тех или иных услуг и товаров сильно разнится в зависимости от места вашего обитания в болгарии но что важно заметить еще например но в сравнении с россией скажем да вот россия она очень централизована есть буквально несколько мест несколько крупных городов которые являются центрами вселенной для россиян и все что находится за пределами этих городов или этих областей представляет собой конечно ну если не пугающую то удручающую картину вот в болгарии например с такой централизации как-то все проще в основном все в некотором смысле децентрализованно то есть таких мест притяжения в болгарии достаточно много во первых каждый небольшой городок может представлять собой тоже место какое-то притяжение каким-то красивыми парками освещаемыми аллеями с дорогами там более или менее хорошего качества но для россии наверно очень хорошего и с разными там услугами для вас товарами и прочим но если мы будем брать в качестве примера какие-то крупные достаточно города или более-менее крупные по болгарским меркам давайте скажем крупные то таких мест достаточно много и каждый каждый из этих городов уже является каким-то но определенным символом способом так или иначе жить например здесь болгарии так или иначе иметь доход и иметь свой какой-то кусочек счастья и покоя хотя конечно софия это наибольший такой центр притяжения как бы но для кого-то для меня центра отталкивания я уже не могу честно говоря смотреть на этот на эти вавилоны на все и в софию конечно меня не тянет и не манит ничем это типичный крупный город такой со своей суетой с очень большим количеством людей с перегруженным трафиком порой и так далее но кому-то такие вещи нравятся по крайней мере с точки зрения каких-то перспектив ну например бизнесских перспектив и так далее наверно софия может быть более манящей но это большой еще вопросы этого отдельно просчитывать если у вас есть какие-то планы на какую-то экономическую жизнь болгарии например ну и на всякий случай должен сказать что все что я сейчас говорю не является истиной в последней инстанции это мой личный опыт и опыт людей с которыми я общаюсь так или иначе мои наблюдения и прочее уверен что есть ну какая-то часть людей которые несколько выбиваются из того информационного поля которые вот я сейчас вам предоставил может быть живут несколько по-другому и так далее но это все таки скорее мне кажется исключение чем правило таким образом в целом я бы оценил проживание в болгарии в том числе экономический аспект вашего например проживания в болгарии как щадящий умеренный да вы уже увидели что в принципе нужно не очень много средств для того чтобы здесь прожить что такая возможность здесь естественно имеется и это возможность еще ей как бы сопутствует еще все-таки ощущение какой-то гармонии покоя нормальной обстановке не криминогенной и добродушной какой-то по отношению к вам но с другой стороны для людей которые живут для денег болгария наверное не сильно подходит если вы хотите деньги ковать наверное вам понадобится другая несколько страна с более емким рынком большим количеством населения и прочее подобное вот все пока что хотел сказать по этому поводу не забываем подписываться делиться ставить лайк писать комментарии жать колокольчик подписываться на ресурсы которые обозначены внизу в описании к видео и счастливо хороших вам тренировок